так всем добрый вечер всех приветствую спасибо за обратную связь я смотрю уже многие здесь написали коллеги напишите плюсики как меня слышно как меня видно если все в порядке вижу вот не на 2014 года игорь с 2019 алексей с 2015 владимир с 2020 года поздравляю владимир и вальдемар вальдемар с 2021 года да прекрасно молодцы 21 20 год 19 20 21 год вообще просто молодцы не на тоже 14 год я тоже практически с 14 года напишите коллеги плюсики как меня слышно я сейчас наблюдаю тоже здесь наших коллег плюсики поставьте как меня слышно не надо великолепно слышно игорь меня слышно все значит тогда слышно все хорошо сейчас я мельком гляну у нас до пошла у нас запись ютюбе все вижу в ютюбе тоже пошло ютюбе у нас пресс прислужб присутствует 18 человек великолепно супер то есть у нас в ютюбе 18 и здесь на площадке у нас уже прибавляется 9 10 человек хорошо все тогда мы начинаем звук хороший все все везде все в порядке так всем добрый вечер еще раз меня зовут волков владислав кто со мной не знаком я по специальности инженер механик до закончил я технический университет и я являюсь руководителем sky world community с 15 года бельгия бельгия голландия была тогда и санкт-петербург и голландия немного германия тогда я был един первый человек то ну если так можно сказать первый человек то вышел в космос да нет первый человек кто привез или принес информацию о нашей технологии в на и на эти земли такие далекие можно сказать земли коллеги у меня тут открыты еще один один и второй экранчик я единственное прослеживаю какое количество у нас в интернете в интернете у нас прибавляется постоянное количество прибавляется я смотрю уже 21 22 23 великолепно сегодня я хотел бы знаете начать так неординарно и хотел бы вам показать вот эту книгу наверняка вы видели прекрасное такое заставку до заставку видео об этой книге книга называется инженер анатольдарыча юницкого прекраснейшая книга я ее пролистал в онлайне и принял такое решение что эту книгу заказывать надо и я ее заказал онлайн и вот вы сейчас вы видите инженер и под как раз в нижней части вы видите непосредственно сайт откуда с какого источника можно эту книгу заказать друзья коллеги партнера кто будет смотреть в записи кто смотрит сейчас нужно иметь эту книгу у себя на столе или на полке да дабы знать и знаете как ну быть полностью в курсе о том как и о чем и когда и где происходили те события которые описаны в эти в этой книге и спасибо вот этим трем людям которые дали такое маленькое мэда приглашая студентов и педагогов инженеров и других специалистов современных менеджеров и политиков узнать правдивую и неприукрашенную историю да и это спасибо михаил орлов у город берлин и второй екатеринбург владимир это частная содержательная историческая знаковая большая пароль и важности для общества умная книга спасибо владимир и четвертый это александр москва москва александр москва ему тоже за это спасибо я думаю что эту книгу надо тот кто будет записи смотреть вернитесь обратно на тот слайд эту книгу надо иметь у себя потому что здесь описано все что происходило с анатолий дадычем основателям я и генеральным конструктором технология которые я буду далее говорить до описано его детство показаны и на и количество фотографий очень много красивой информации про учебу про институт как это все было тогда с чем это связано с чем связано его любовь и отношения много очень печаталась вот видите журнал автомобильные дороги 12 месяц декабрь до 77 года его очень часто писались и освещались в журналах в газетах вот видите одни из из одной из маленьких и такой сказать я бы сказал не 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 такое незначительное количество газет который уместилась на этой странице да или на этих двух страниц всевозможные почетные грамоты дипломы и в общем описано практически вся жизнь анатолий дадычу юницк описано его шаги по этой жизни описаны его идеи как эти идеи воплощались в жизнь описанная технология поступательно до описано полностью как идеи с технологией конфликтовали и или находили общий язык при этом его взгляды на будущее на взгляды вообще на технологию как таковую и на общее состояние планетарное то есть описано полностью все о чем мы с вами сейчас говорим о чем мы будем говорить и о чем мы еще с вами не ведали в этой книге описано и большое спасибо я просторах интернетах и на вот именно этом сайте нашел энное количество отзывов тех людей которые уже приобрели эту книгу и уже прочитали в данном случае я сделал два скрина да вот гри груздя денис он ценная книга вечности там актуальности инженер создал то есть свои сдают свою обратную связь и вот увидите здесь на предыдущем слайде мария пишет что книга была прочтена мной буквально за два дня 400 страниц коллеги 400 страниц прекраснейшей книги о сильной неординарной личности о его жизни мыслях и изобретениях и вот как пишет софия маньковская если я правильно произношу фамилию книга красиво оформлена приятно держать в руках и порадовала большое количество фотографий информации и иллюстрации всего так и вырезок и документов материалов то есть материалы от первого источника рекомендую коллеги друзья эту книгу приобрести потому что книга необычная и и не так много в тираже конечно в тиражах и вообще в выпущена поэтому вот эти позиции которые прописаны были в обзоре такой видео обзоре до история самого масштабного изобретения опыт борьбы поражение и победы это действительно так это дочь очень часто рассказывать из своей жизни всевозможный опыт и в поисках ответов на главные вопросы портрет эпохи написанной с инженерной точностью и книга которая запечатлевшим запечатлила время чтобы определить его будущем очень красивая книга я себе ее заказал практически уже не осталось несколько что сделать определиться и на какой адрес и и прислать вот а мы идем дальше я хотел бы сейчас сказать вот об этом человеке несколько слов об анатолии эдуардович и юницкий и юницком и об его выражение которое стало уже таким можно сказать таким с хорошим прекраснейшим таким символом да для того чтобы коротко и ясно объединять партнером или коллегам что же является на чем же является или что такое наша технология если очень коротко то можно четко сказать что транспортная система до транспортная система юницкий string technology это она оптимальная эффективная и безопасная и знаете это действительно так так мне очень нравятся эти фотографии но я все равно на показываю хотя очень много раз показывал это вот эти именно эти фотографии 1878 87 года показывают что это действительно так потому что эффективность оптимальность и безопасность хотя это в кавычках говорят как бы не не совсем наша технология но я здесь увидел именно систему над поднятие транспортной путевой структуры над землей и анкерные опоры при этом при всем соблюдается наша идеология то есть земля остается в первозданном виде то есть том в каком она была создана изначально вторая фотография тоже показывает технически насколько она эффективна это фотографии 1920 года в фотографии сделанном в германии на аттракционе водном но посмотрите насколько показана безопасность эффективность и эргономичность то есть преднатяженная путевая структура трос натянутый до свитри трос вы видите два по которому едет сам автомобиль передвигается сам автомобиль и третий трос сверху безопасность то есть показано немцы вообще очень-очень прагматичные в этом отношении и у немцев если вы знаете автомобиль рассчитан где-то на два порядка всегда все детали рассчитаны на два порядка выше вот поэтому здесь как раз эти же фотографии подчеркивают почему именно это фото на этой фотографии я ставлю здесь тоже преднатяженная путевая структура как и в нашем случае у нас антон до дачи юницкий генеральный директор генеральный конструктор он же основатель или мускать отец технологии инновационные струнные технологии и именно эта технология 38 лет назад получила свое место быть на этой планете да и этот человек вот именно с того времени делает все и на сегодняшний день спасибо всем нашим партнерам им и коллегам и тем кто участвует те кто поверили и сказали да тому чтобы в именно этой технологии быть на нашей планете я сейчас не буду говорить вот об этом коллапсе потому что все вы прекрасно знаете наверняка видели этот коллапс практически присутствует у всех на всех дорогах на всех практически во всех городах и я очень знаете как всегда не очень позитивно отношусь к этому потому что ну такова такова на сегодняшний день ситуация и то количество земли которые находятся уже под этим бетоном внизу мы знаем точно что это похороненная земля посмотрите какое количество колоссальная земли закопано можно сказать в никуда но на сегодняшний день я хочу сказать хочу и буду говорить именно вот об этой технологии об этом струнном транспорте единицкого а и кстати на фотографиях действующие модели этого транспорта это реальные фотографии о легком таком воздушном и и эффективном и в то же время можно продуктивном таком да и реальном виде транспорта который уже существует 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 в одиннадцати в общей сложности в 14 более 14 моделей там и грузовые и грузовые и легковые и и пассажирские пассажирские высокоскоростная машина мы сейчас дальше об этом поговорим именно этот вид транспорта на сегодняшний день меня привлекает и всех наших партнеров и всех сегодняшних вот на сегодня вот вы видели у нас на площадке здесь до писали партнеры вот игорь вот смотрите вальдемар двадцать первом году володя астафуров двадцатый год алексеев пятнадцатый год игорь фокин девятнадцатый год не на 14 но посмотрите девятнадцатый двадцатый двадцать первые о чем это говорит о том что приходит приходят люди приходят именно тот контингент который видят в этой технологии будущее будущее для себя будущее для своих детей будущее для всего человечества и это очень радует это очень радует и правда если честно вот то количество вот как раз вы видите на этом слайде то количество сделанных уже моделей именно реальных моделей, которые уже прошли свой этап сертификации, производства. И вот единственная модель, которая на сегодняшний день доделывается, это самая крайняя правая машина, Unicorn, для перевозки контейнеров. Сама машина уже произведена, осталась только за малым. Мы должны протестировать её на путевой структуре. О путевой структуре далее я скажу. И, конечно же, о нашем виде транспорта можно спокойно говорить, что он экологичный. Что я и делал, когда мы были в зелёной партии в Бельгии, я дальше покажу фотографию. Мы говорили, что именно наша технология, она как раз убирает те моменты, которые прописаны с железной дорогой, когда с одной стороны заболачивание, с другой стороны осушивание и минимальный землеотвод, сохранение природы. Мы не выбрасываем в воздух вредных веществ. И у нас пониженное шумо-выбрасывание. И с электричеством у нас совершенно минимальное потребление электричества. Про экологическую часть очень много. Есть специальное видео у нас. Но на сегодняшний день я хочу сказать, что самое главное и невероятное в этом виде транспорта это то, что мы на втором уровне перемещаемся без аварий, без столкновений. То есть мы над землёй. И что немаловажно, а можно сказать, на первом таком месте стоит, что земля, именно земля остаётся в первозданном виде, в чистом, в красивом, где растёт всё то, что должно расти, ходит и передвигается всё то, что должно передвигаться и ходить, и не боясь столкновения и гибели, что очень важно на сегодняшний день. Потому что, вы знаете, это уже неоднократно говорилось, что более полутора миллионов, это подсчитанная цифра людей, погибают именно на первом уровне, на дорогах, в автомобильных катастрофах. И такое же практически количество, ну чуть поменьше, конечно, остаются калеками. Это колоссальная цифра, которая должна была, должна будет изменена, не говоря уже о вредных веществах, которые выделяются в атмосферу. Качество нашей техно... Я бы сказал так, производство и внутренняя отделка нашей техники, она, конечно, стоит того. Из-за неё, честно я вам скажу, не стыдно. Не стыдно, вы сейчас видите на экранах, эта машина была изготовлена специально для Арабских Эмиратов, она как бы такого бизнес-класса. Но мы имеем и другие машины, более простые, более экономные, они тоже хорошего качества и тоже хорошего класса, я дальше сейчас покажу. Но вот на этой фотографии как раз подтверждение тому, что, ну, доволен Анатолий Лярдович производством этой машины. То есть он очень долгое время сидел именно в этой машине, очень долго наслаждался именно внутренним состоянием, что да, мы это сделали и мы это сделали в срок. Машина была поставлена в Арабские Эмираты, как раз прошла она именно тестовое испытание в Мариной Горке, на нашем полигоне. Я не люблю говорить полигон, полигон говорю только для того, чтобы было понятно. Это демонстрационно-сертификационный центр. Вот эта машина, машина необычная, сразу скажу, машина сложная. Машина настолько сложна, хотя вроде бы кажется, что на фотографиях она простая, да. Даже по той системе кондиционирования и в системе специального, вот видите, кружочком я обвел, система специального такого обдува рельс, можно сказать, отчистки рельс. Это система необычная, правда. Вроде бы кажется, что какой-то фен торчит. Нет, эта система необычная, она умная система, как и вся наша техника. То есть она в зависимости от скоростного режима, она тоже перестраивается, в зависимости от погодных условий, она перестраивается. То есть умная система, поэтому машина сама по себе оказалась сложнее, чем обычная, потому что климатические условия в Арабских Эмиратах, а машина была изготовлена именно для этой страны, они другие. Но у нас есть еще и более машина, такая, можно сказать, простая. Ну а именно эта машина тоже была востребована, и она спрашивалась, вот вы как раз видите сейчас, Нибус 14-местный, да. Это тоже машина была как раз, это была машина, знаете, как востребована последним, при последнем разговоре с Министерством транспорта Санкт-Петербурга. Они спрашивали, когда видели фотографии и те видеоматериалы, которые были предоставлены, и рассказано было про Арабские Эмираты, они сказали, был такой вопрос задан, нет ли у вас машина для общественного транспорта, для общественных таких поездок, для людей, чтобы могли пожилые там инвалиды сидеть, а энное количество, вот пожалуйста, стоять, вот пожалуйста, эта машина как раз и есть. То есть у нас как раз та линейка из 14, из 11 моделей, плюс еще дополнительные там грузовые еще идут, основная у нас 11 модель, 12 даже я бы сказал, еще одна маленькая машина, если вы помните, для перевозки, как раз в Экотехнопарке, для перевозки рыбаков. То есть у нас есть своя линейка для всех покупателей, для всех бизнес-коллег, которые приходят или будут, или посещают именно наше бюро. Но, что хочу сказать, что же является основой нашей технологии. Основой технологии Skyway, является инновационный струнный рельс. Как раз на этой фотографии вы видите, как раз этот слайд и показывает в разрезанном виде наш инновационный струнный рельс. Он необычный тоже, у него есть стальная отголовка, у него есть струнный пучок предварительно напряженных стальных проволок. Он натягивается от одной анкерной опоры до другой. Поэтому мы и говорим, мы преднатяженные, то есть у нас путевая структура преднатяженная. За счет этого мы и увеличиваем прочность. Потом у нас есть наполнители. Наполнитель у нас тоже разного вида. И корпус рельса. И самое главное, что у нас головка необычная, плоская головка. И именно этот рельс мы используем в принципе в прототипе по разным номинациям остальных типов струнных рельс. Я бы так сказал, что именно эту базу мы используем, потому что основные три вида это у нас жесткий рельс или ферма мы ее называем, гибкий рельс и полужесткий рельс. Поэтому это вот такая базовая структура из составляющих. Первая, вторая и третья. Но у нас еще, вы знаете, есть четвертая путевая структура. Это облегченная. Сейчас чуть попозже я об этом скажу. Первая вот на этом слайде вы видите под цифркой 1 между анкерными, не анкерными опорами, промежуточными опорами. Вот вы видите черненькие такие полосочки. Это промежуточные опоры. Между промежуточными опорами, то есть это путевая структура полужесткая. С правой стороны вы как раз видите фотографию ее реальную. Полужесткая путевая структура с шагом между опорами шаг составляет 50 метров. Следующая путевая структура это жесткая уже путевая структура для навесного и подвесного вида транспорта. Здесь мы тоже шагаем с шагом от опор 50 метров. А вот третья путевая структура это как раз провисающая полужесткая путевая структура и она вот у нас коллеги, друзья и партнеры она как раз необычная путевая структура именно с этой путевой структуры между анкерными опорами расстояние у нас как раз именно с этой путевой структуры мы можем шагать очень большими шагами. То есть вот вы видите на этом слайде как раз расстояние показано от 500 до 2000 метров но вообще в априори мы можем 5 и в принципе заявлено, что можем 7 но это особый тогда подход к путевой структуре вообще в принципе расстояние оптимально из всех вот предварительно запрашиваемых расстояниях чтобы шагать между от пункта А до пункта Б более чем 2200 метров ну не было поэтому мы спокойно реально с этой путевой структурой шагаем по вот такими большими шагами но еще что я хочу обратить что я именно на чем я хочу как бы остановиться еще вот именно с этой провисающей путевой структурой именно здесь именно в этой путевой структуре КПД такой мы рекуперируем можно сказать энергию и КПД такой рекуперации то есть как это, собираем энергию обратно в аккумуляторную батарею равен 100% почему? потому что вот если вы посмотрите на этот вот схематичное изображение анкерных опор и между ними провисающую путевую структуру то накопленной энергией мы как раз передвигаемся вот по этой станции которая находится с левой стороны да, башня такая передвижаем и как только мы поехали по путевой структуре вниз мы начинаем движение, до середины мы доходим далее мы идем поднимать и как только мы поднимаемся наверх соответственно скоростная характеристика у нас зависит вот от этого непосредственно прогиба а начинаем мы движение вы помните, да, со скоростью 1 метр в секунду со станции и в зависимости от пробега, от прогиба скорость движения именно нашей с вами техники составляет от 60 до 150 километров в час но, что самое важное мы при, в момент поднимания до следующей станции когда мы начинаем подниматься то есть мы теряем скорость но самое главное мы здесь у нас кпд равен то есть рекуперируем энергию и обратно возвращаем в аккумуляторную батарею тем самым накапливаем для следующего передвижения и так, таким образом мы можем шагать очень большое расстояние то есть именно эта путевая структура здесь мы используем закон сохранения энергии то есть именно эта путевая структура по энергозатратам она получается на порядок эффективнее дороги с прямолинилием то есть можно сказать даже мы вообще практически не используем электрической энергии это просто потрясающая вещь и вот именно на этом я хотел бы вам поставить восклицательный знак потому что именно здесь ни у кого больше ни в каком виде транспорта нет такого и вы не найдете и третья путевая структура это новая, вот вы видите фотографию реальная фотография колтюбинговая труба вот на заднем плане серого вы видите анкерную опору именно от анкерной опоры до анкерной опоры колтюбинговая труба это легкий вид транспорта юнивинт такой прекрасная модель мне она очень нравится вот промежуточная опора очень легкая и очень быстро устанавливаем быстро монтированная монтироваемая я думаю что именно этот юнивинт из-за своей простоты, дешевизны и легкости в монтаже он именно займет и лидирующую позицию еще очень важный момент преимущества наших стальных колес перед традиционным железнодорожным посмотрите какое пятно качения вот на этом слайде вот таким вот рыженьким написано указана зона контакта то есть вот этот вот и здесь практически вот именно в этой зоне маленькой контакте контакта идет и неравномерный колоссальнейший износ и именно в этом вот маленьком кусочке в пятно контакте то есть нагрузка идет порядка тысячи мегапаскаль представляете насколько серьезно здесь идет износ и конечно же наше колесо это совершенно другое колесо где пятно контакта шире и вот эта нагрузка она меньше 200 мегапаскалей и даже если визуально посмотреть мы совершенно другие поэтому когда есть партнеры и коллеги и некоторые еще товарищи которые сравнивают железную дорогу и говорят что ну комат стальное колесо и стальное колесо рельс и рельс нет друзья мы совершенно другие у нас совершенно другие параметры но вообще мы другие по сути по своей даже если посмотреть вот визуально то есть у нас путевая структура рельс и вообще контактное лицо и переход от ведущей колесо к рельсу вот даже если посмотрите на этой фотографии на этом слайде ну визуально видно что у нас совершенно другая головка рельса и у нас совершенно другое колесо и тем более что у нас очень важный момент это значимый момент мы передаем то есть у нас идет только съем посредством через рельс рельс колесо это очень важный момент очень прекраснейший прекраснейший слайд показывающий с чего же мы все-таки начинали вот когда я читал и говорил вам о это те кто будут смотреть в записи те кто новые вот сейчас у нас присутствует двадцать девятнадцатый двадцатый двадцать первый год наверняка не всю информацию вы знаете я знаю что очень много потом просматривает в ютюбе видео и до порядка полутора две тысячи сейчас кстати нас смотрят тридцать тридцать два человека очень приятно у нас на площадке четырнадцать тоже приятно прибавляется люди приходят по мере возможности вот это наш прекрасный полигон который был в 2001 году в озерах это наша отправная точка именно с этого места Антон Ладыч начал свою деятельность это было в озерах под Москвой 2001 год 150 метров длиной была эта трасса и вот этот вот ЗИЛ-131 на стальных колесах он бороздил вот эти 150 метров и показывал нам свои как это свои ну если так можно сказать в кавычках выкрутасы но что я хочу сказать что самое главное здесь коллеги друзья мы не испытываем здесь ЗИЛ ЗИЛ был напичкан аппаратурой он весил 15 тонн самое главное мы здесь испытали путевую структуру то есть мы показали посмотрите на заднем плане какое количество делегации была очень большая из представителей всевозможных бизнес там губернаторы и все и даже вы видели наверняка старое видео видео не старое а тех лет где Антоль Гадыч для того чтобы доказать что путевая структура очень качественная и хорошая он вставал под путевую структуру для того чтобы показать что его расчеты верны именно здесь мы показали и что действительно расчеты были верны путевая структура выдержала и мы именно здесь мы сняли те цифры и получили те патенты и добились того, что нам помогло в следующем нашем шаге. Следующий шаг наш был, вы знаете, что в 2015 году мы начали строить основной наш проект в Эко-технопарке. В Эко-технопарке, для тех, кто будет смотреть новые, это Эко-технопарк, это центр сертификации и демонстрации нашего вида транспорта. Вот так он был 3D прорисован. И знаете, если честно, когда Анатолий Ладович в те годы показывал эту картинку, было, ну мы говорили, да мы не верили, правда, вот если честно, и нам было как-то не по себе даже, неужели такое количество всего можно построить, но построилось и сделалось. И вот следующая фотография, это реальные фотографии, снятые сверху, с дрона, и здесь специально отметили те места, где, в каком месте находится какая трасса. На сегодняшний день у нас 5 трасс основных, и строится 6-я и 7-я. И здесь как раз они не запечатлены, и здесь еще это старая фотография, здесь много чего не запечатлено. Но самое главное, вот здесь как раз нету, вот вы видите, в середине находится жесткая путевая структура, да, с левой стороны как раз колтюбинговая труба, путевая структура облегченная. И вот с правой стороны вы видите, как раз строится, началась строиться новая трасса, это с новым соединением, уже не сварным, мы переходим и будем показывать и испытывать соединение болтовое. Это соединение не новое, если кто-то скажет, почему мы сразу не переходили на это, потому что по тем условиям, когда, в те времена, когда мы делали, в принципе, этого и не нужно было. И сварное соединение принципиально, оно выдерживает те расчетные параметры, которые заложены. Но для того, чтобы увеличить и все-таки, как это, сделать более долгожительную, вот так вот что ли, или продлить жить более нашей путевой структуре, все-таки принял Анатолий Леонидович решение, что в Арабских Эмиратах и, может быть, даже в последующем, мы будем все наши путевые структуры строить и делать на болтовых соединениях. Я буду этому только рад, потому что история показывает, и мы знаем Петербург, наши мосты в Питере, и кто живет в Питере, да, знает, наши мосты держатся и давно стоят уже 100-200 лет мостам на болтах и заклепках тех времен. И у нас путевая структура для тех, кто будет смотреть в записи, для новеньких она необычная, мы снимаем ток, да, токосъем у нас идет посредством колесо-рельс. Поэтому у нас идет изоляция, вот видите, черная это изоляция, между плюсом и минусом, изоляция пути, изоляция анкерных опор, изоляция колес от кабины, кабины от, то есть тройная, четверная изоляция. И это все просчитывается, происпытывается, про, как это, провибрируется, про, 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 для того, чтобы было действительно, это та невидимая работа, которая делается в Экотехнопарке. В 2015 году, для тех, кто будет смотреть, потом первые, вот я смотрю, 19, 20, 21 год, у нас партнеры наверняка еще новые, в 2015 году мы начинали, в 36 гектар мы получили, это Марина Горка, было очень трудно, тогда вы видите, вот первый совет правления, Sky World Community, Анатолий Владович закладывает капсулу времени для тех, кто будет в последующем откапывать и читать то, что было прочитано. Было трудно, тогда доставался бетон с трудом, потому что это был не стратегический объект, но тем не менее мы строились, шагали не очень быстро, но уверенно первый Экотехнопарк, первый Экофест, 850 человек, я тоже присутствовал там, тогда погода от гидрометцентов, гидрометцентр обещал нам очень плохую погоду, но тем не менее тогда была шикарнейшая погода, как будто для нас ангелы развели руками небо. Вот, многое, что мы сделали, многое было проделано, очень многое работа невидимая осталось за кулисами, или как это, история еще будет говорить о том, вот одна из фотографий, вот мы здесь видим, когда мы нашли, тогда мы нашли партнеров, которые делали нам Г-образные анкерные опоры промежуточные, но партнеры оказались не точные, то есть не того качества делали, и мы очень много, кстати, партнеров перебирали, и все-таки на сегодняшний день мы пришли к тем партнерам, и делаем энное количество, делаем рельс-ферму сами, и есть партнеры, которые корректны. Бетон, это тоже наша разработка, у нас с вами необычный бетон, мы знаем, что он у нас должен проливаться по нашей путевой структуре, на определенную длину, если так можно сказать. Идем дальше, переключил я следующий слайд, идем дальше, путевая, так, производственный комплекс, мы тоже с вами имеем, на сегодняшний день мы имеем производственный комплекс, хороший очень производственный комплекс, не очень много персонала на нем работает, порядка, по-моему, 120 человек, но это остался, настоялся, я вот так бы сказал, тот костяк, который вот такие уже железобетонные наши инженеры, высококлассные специалисты, от рабочих до инженер, до мастеров, и вот видите Юрий Сенкевич, с левой стороны на левой фотографии, с Анатолием Гадычем Юницкий, руководитель этого предприятия, прекраснейший инженер, владеющий тремя языками, то есть талантливейший инженер, именно тот, кто, если вы помните, кто знает или помнит, ее мобиль, электрический мобиль, олигарха Прохорова, была такая мулька, вот он как раз начинал там и делал все то, что делал им, что производил, как и где производился этот ее мобиль, он знает не понаслышке, а сам лично из своего как бы такого опыта, вот поэтому это и к чему я это говорю, к тому, что у нас квалифицированные, классные специалисты, я очень горд, когда говорю, когда жму руку этим людям, и когда встречаюсь вообще на заводе с этими людьми, то есть очень много задаю вопросов, если удается мне задавать, потому что не всегда они свободны, и я бы сказал так, что даже это, когда говорят наш завод, я бы сказал, это не завод, а специальное конструкторско-технологическое бюро, вот так вот, где мы выпускаем комплектующие детали, где мы тестируем их, и потом испытываем, и уже делаем промышленные образцы, я бы вот так сказал, конечно на сегодняшний день мы покупаем те станки, которые нам необходимы, вот видите лазерный станок, приобрели, потому что все, мы ушли от поставщиков, мы все делаем сами, вот станки аккума, да, они дорогие, они, ну, стоят прилично, но они именно того качества и делают ту продукцию, которая нам нужна, то есть вы видите, вот из болванки алюминиевой, станок посредством программы делает прекраснейшего, очень красивого льва, точного, до мелочей, усы, когти, там, хвосты, все вытачивает, именно те станки, миллиметр в миллиметр, как нужно для нашего вида транспорта, потому что наш, наш, наш вид транспорта перемещается со скоростью 500 км в час, а в то время, когда строился эко-технопарк, мы были рады даже вот этим 15 опорам, я как сейчас помню, вот на правой нижней фотографии, мы с супругой, с Ириной Волковой, стояли под этой опорой, и, как это, веселились, или радовались, как дети, и это было действительно радостно, потому что первый бетон, первые анкерные опоры, мы это все устанавливалось, Г-образные опоры, вот вы видите, промежуточные ставятся, да, для полужесткой, и так далее, и тому подобное, все возможные выставки, которые происходили, на которые мы перемещались, и показывали свою технику, и свое производство, и свой рост, вот вы видите, и на Транс 2016, Берлин, выставка, которая проходит, это выставка, транспортная выставка, которая проходит раз в два года, мы там показали две машины, со сложностями машины ехали, по идее, не должны были доехать, но доехали, попали в аварию, и так далее, еще история скажет свои, те закрытые моменты, и возможно, что Анатолий Радыч напишет, книгу по этим моментам, которые происходили, мы их все знаем, они рассказывали с нам воочию, и на Транс 2018, где мы все знаем, мы показали прекраснейшую машину, высокоскоростную, и наши оппоненты, были очень удивлены, что они недооценили, да, технологию, которая развивается, такими шагами, хотя некоторые наши партнеры говорят, что мы развиваемся не очень быстро, но если проследить пошагово, то честно я вам хочу сказать, что мы такую технологию подняли, за такой промежуток времени, это очень внушительно, и те партнеры, которые подходили, и трогали эту машину, и садились, говорили, ну в принципе да, теперь можно вас ставить на счета, как бы такие, что нельзя вас недооценивать, вот так я бы сказал, и правильно делают, не нужно нас недооценивать, и спасибо Дубаю, вот видите, welcome to Dubai, это мы как раз фотография, когда мы приехали помогать, и как это, поддержать, помочь не только физически, но поддержать и морально, Анатолий Дуадыч, и всю эту, всю команду, которая там представляла, Unibike, тоже, тоже со своими моментами, приехал туда, в Дубай, но Дубай, Арабские Эмираты, это была отправная точка, мы здесь, вы знаете, что подписали, и договорились, и встречались с разными людьми, Анатолий Дуадыч был очень занят, но нам все-таки удалось с ним, он уделил нам 30 минут, или почти 40, мы с ним разговаривали, он очень был воодушевлен, и он как раз нам рассказывал, правда взял с нас слово, что мы не расскажем, никому как раз рассказывал нам, что мы и сделали, кстати, тогда, но это было очень сложно, я честно вам скажу, эта информация настолько кипела, мне кажется, можно было прочитать по глазам у нас, вот, настолько он рассказал, вот, об этом, то, что вы сейчас видите на фотографиях, он рассказал, что как оно будет, как он видит, как было предложение, и что это будет за центр, и, конечно, ту информацию, которую мы получили в Дубае, мы ее перерабатывали еще, наверное, месяца 2-3 между собой, и первый раз я ощутил, и вспомнил это все, то, о чем говорил Анатолий Дадыч, это вот, когда мы были в Шарже, и приехали уже на демонстрацию, только анкерных опор, промежуточных, и анкерная опора была недостроена, как раз вы видите, команды Бельгия, Голландия, и я вот слева, здесь половиночка меня с усиками, это я делаю селфи, колоссальное было жарище, 60 градусов была жара, и та команда, которая приехала и вот стояла, вот вы видите здесь, Ян сел белыми штанами на песок, кстати, получил ожог, 60 градусов жара была, и я вот снял каску, и это, конечно, был мой минус, потому что, ну, за это время, пока настраивались, пока фотографировали, конечно, я, ну, получил серьезный ожог, и мне пришлось потом переодеваться, и ходить в следующем одеянии, и на улицу выйти нельзя было, я слева, мы с Кристианом, Кристианом наш, это Кристиан, это Кристиан фан де Вувер, это наш амбассадор, который сейчас в Нигерии, это прекраснейший человек, он из Бельгии, сам слева, я, мне пришлось одеть вот такую вот одежду, потому что, вы знаете, она оказалась действительно реально хороша, в 60 градусную жару, ну, я вам честно скажу, что прикрывает и продувает, ну, в общем, не зря арабские люди носят именно эту одежду, я ее, как это, протестировал на себе, вот так вот можно сказать, вот, и поэтому спасибо большое, огромадное спасибо, вот этой первой самой команде, вот вы видите, первая анкерная опора, но уже висит путевая структура, видите, уже путевая структура, и машина, юни-байк, вид, 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 тропического, тропического типа, он уже проходит, проходит здесь испытание, вот это уже реальная фотография, именно оттуда, и вы видите уже анкерная промежуточная опора, красивая, с такими растянутыми, очень красивая, конечно, и вот это уже и реальных фотографий, и информации, очень много, оттуда, именно непосредственно от первого источника, из Арабских Эмиратов, от наших партнеров, и тот инновационный центр в городе Шарджи, в Арабских Эмиратах, вот как вы видите на этом слайде, прорисованные 3D фотографии, или, как бы сказать, можно сказать, рисунки, правая верхняя фотография, это как раз вот законченная 400-метровая, левая фотография, это эко-дом, он тоже закончен, и правая нижняя фотография, это строительство, которое вот-вот будет доделано, это строительство именно той жесткой путевой структуры, для сертификации Unicom, вместе с, Unicom, вместе с контейнером, вот такая будет путевая структура, и я ее очень жду, как и сам, саму машину Unicom, Unicom прекраснейшая машина, я бы сказал так, два в одном, два в одном, сейчас я оторвусь на секундочку, мне очень интересно, сколько нас в интернете, нас в интернете 33 человека, очень хорошо, два в одном Unicom, это модель, по идее, эта машина сделана, и произведена, и рассчитана, Анатолий Дадычем Unicom, для перевозки контейнеров, но, в априори, она еще и подразумевается, как машина, мы десифицированная, то есть, контейнер может быть заменен на блок, для перевозки пассажиров, вы знаете, это очень серьезная такая задумка, и очень серьезный момент, о котором я сейчас скажу дальше, и подтверждение тому, знаете, является то, дальше я скажу, что именно подтвердило, то, что эта идея правильная, и опять, как всегда, Анатолий Дадыч, три шага вперед шагает, машина сложная, и об этом есть видео в ютюбе, где Анатолий Дадыч, генеральный конструктор, генеральный конструктор, и сам основатель технологии, говорит об этой машине, рассказывает, да и на фотографиях, в принципе, можно понять, что машина непростая, но, что еще немаловажно, она модифицирована, модифицирована, усовершенствована, не только сама рама, подвесная система, но еще и мотор-колесо, здесь мы видим новое мотор-колесо, то есть, я сам был тоже удивлен, этой модификацией, и вижу, что она, как инженерного склада ума, вижу, что она не столько, не только рациональна, но она еще удивительно практична, где двигатель уже 60-киловаттный, да, он вынесен за пределы, то есть, если мы помним, первый мотор-колесо, у нас был мотор-колесо, тормозная система, и сам двигатель, все вместе, вот так, три в одном, то здесь уже все отдельно, двигатель передает, крутящий момент, через вал, да, соединен полуось, и мы ушли, видите, как Анатолий Дадыч еще объясняет, что для чего мы это сделали, для того, чтобы, во-первых, во-первых, очень легко обслуживать, правильно, мы можем обслужить все три части отдельно, во-вторых, мы уходим от шумов, ударов, колебаний, и вибраций, это очень важно, потому что, если мы перевозим контейнер, это одно, а если мы уже перевозим блок с людьми, это уже совершенно другое, правильно, совершенно другое, и что немаловажно, очень важно, и подтверждение тому, если вы знаете, может быть, там, пять или шесть презентаций назад, я делал, вебинаров назад, я делал такой обзор, что же сегодня актуальное на рынке, на нашем, что именно есть актуальное на рынке, автомобильном, или, или, как это сказать, в транспортном виде, что у нас есть на рынке актуального, вы знаете, ничего практически не изменилось, Volvo сделала на первом уровне, беспилотник, в Татарстане сделали такси на приложение, плюс там, еще что-то, еще, но все это первый уровень приложения, модернизированные, усовершенствованные, когда-то тоже, где-то во Франции я находил, что было ноу-хау, что такси сделать водное, но они на разработку положили пять лет, я проштудировал интернет, не пошли они дальше, стоят в том же самом моменте, что-то у них сделано, что-то, мы ушли очень далеко, и знаете, что, что я хочу вам сейчас сказать, как далеко, как глубоко, и три шага вперед, смотрит Анатолий Леонидович, смотрите, модульный концерт, концерт, вот единственный, кто наступает нам на пятки, и в то же время, он не наступает нам на пятки, потому что это первый уровень, посмотрите, беспилотный Визион Урбанетик, Мерседес, да, он представляет собой платформу, Юникон, это платформа, они предлагают то же самое платформу, с двумя сменными модулями, то есть, платформа остается одна и та же, Юникон, это же платформа, и что они предлагают Мерседес, они меняют модули, то есть, они убирают модуль грузовой, и меняют на модуль, который перевозит людей, 12 человек, то есть, представляете, как глубоко, и проницательно смотрит вперед, Анатолий Леонидович, когда он делает эту модель, Юникон, перевозящую контейнер, но, закладывает уже туда, уже, что контейнер можно убрать, то есть, модуль меняем, оставим, что, вернемся обратно на слайд, на этот слайд, мы ставим, модуль, перевозящий, вот, посмотрите, но, мы ушли вперед, потому что, мы на втором уровне, мы без аварийной ситуации, у нас нет пробок, то есть, посмотрите, как нам пространство подсказывает, что мы на правильном пути, потому что, Мерседес пришел, опять, к тому же самому, то есть, он пришел к модульному типу, то есть, база остается, та же самая, а меняет только модуль, модуль меняет, пассажирский, на грузовой, то есть, получается, мы идем впереди на шаг, на два, на три, а то и на десять, впереди, почему? Потому что, Мерседес, Визион, урбанетик, он только начинает эту разработку, разрабатывать, производить и испытывать, а у нас машина уже готова, испытание прошла, и на сегодняшний день мы идем испытывать, как раз тот, эту машину с нашим модулем, с нашим контейнером, и уже не составит труда, простите, переместить, заменить контейнер на, именно модуль, контейнер на модуль пассажирский, вот так, я пока с вами разговариваю, меняю презентацию, потому что презентация в эту новую платформу не закачивается полностью, поэтому мне мою длинную презентацию из 130 слайдов пришлось разделить на три куска по 36, по 37 слайдов, поэтому мне этот кусок нужно сменить на следующий, все, поменял последнюю часть, у нас с вами еще 36 слайдов, и мы с вами на этом быстренько, я сейчас проговорю еще, то, что хотел вам донести информацию, немаловажный момент, радио 95, да, плюс 95, вы знаете информацию, кстати, почему я останавливаюсь на этом уже третий раз, кто не послушал Олега Зарецкого, прослушайте, найдите в интернете, он очень красиво рассказывает на английском, доступном английском, вот так я бы сказал, на доступном английском языке, очень красиво рассказывает и оппонирует вот этим двум человекам, потому что эти два человека, два корреспондента были у нас в Экотехнопарке, в Шарже, вернее, извините, в инционном центре, они прокатились, проехались, вот так можно сказать, с ветерком на этом нашем красивейшем виде транспорта, они, конечно, были в восторге, и этот человек, мужчина с бородой, он постоянно ездил на работу туда-сюда, туда-сюда, он очень красиво об этом говорит, он все время с удивлением смотрел на эту машину, которая накатывала свои километры, и все время задавал себе вопрос, что же это такое, и послушайте, кто не слушал еще, послушайте, очень красиво Олег Зарецкий говорит об этом, и я сам великолепнейший человек, Хусан Мухаммед Аль-Махмуди, я с ним очень хорошо знаком, я с ним познакомился на конференции, космической конференции Spaceway, это было в 2019 году, тогда он был, но он был еще как бы такой, не очень известный человек, только-только все начиналось, но мы с ним познакомились, потрясающий в общении человек, вот как раз вы видите фотографию на этом слайде, он встречает бизнес-партнеров из России, которые приехали как раз специально посмотреть на именно то, что происходит в Эко-технопарке, немного истории, эта история, эта информация, она есть, да, про 15 километров, именно трассы, о которой мы говорили всегда, Бульш-Хали, она вдоль Бульш-Хали, эта трасса есть, эта информация будет шаг за шагом открываться, мы сейчас чуть-чуть нужно подождать, сейчас будет информация, шаг за шагом открываться от наших партнеров, она все больше, и больше и больше приходит информация, мы будем получать, и открываться все моменты, те, которые можно, но, что я хочу еще сказать, вот, очень хороший пример, как, почему мы говорим, вот сейчас на сегодняшний день, мне задают вопрос, ну что же такое, Владислав, почему мы так скрываем информацию, много там не говорим, не делаем, и что-то там, ну, не открываем, можно сказать, воочию, ту информацию, или те дела, которые мы делаем, вот хороший пример, очень великолепный пример, я сейчас вам его открою, этот пример, в Генте, Бельгия, мы, вот с этим Кристофом Петерсом, с левой, с правой стороны наверху, вы видите, трассу, из пяти километров, Гент Санкт-Питерс, центральная станция, потом Экспо, Фландерс Экспо, это очень серьезнейший комплекс, такой, где проходит мероприятие, техно, технологический парк, и арена, арена, это Кселмакуа, арена, где проходит концерт, в общем, четыре основные точки, которые им нужно было соединить, и они не знали, как соединить, они кликнули, клич в страну, с просьбой, кто откликнется, но в газете, вот, Де Морген, доброе утро, они, значит, напечатали там целую статью о том, о чем, о том, что они просят общественность, значит, если кто-то, или где-то, или как-то, ну, или как бы выразить ваше мнение, вот, мы хотим пустить канатную дорогу по этим, значит, по этой трассе, естественно, мы за, и, естественно, было объявлено, что вот канатная дорога будет стоить порядка 150 миллионов за, ну, целый проект там был, естественно, мы ухватились за эту линию, и я очень долго работал над этой, над этой, над этой программой, над этим проектом, вот так, Кристиан, Кат помогала мне, мы сделали очень много тела движения, встречались с Крис, с Кристофом Петерсом, встречались еще со специалистами, с мэром города Гента, все было очень хорошо, шло великолепно, там, и так далее, и там подобное, мы сделали предложение, предложение очень их заинтересовало, вот видите, предложение, не все я буду открывать в этом предложении, потому что энное количество информации закрыто, там было прописано все-все-все-все полностью, и так далее, но, что произошло потом, а потом, я покажу вам человека, который нам, мне сказал следующее, я о нем еще сейчас скажу, далее у нас был, поход был в зеленую партию, но уже когда я сделал выводы, и вспомнил разговор с Анатолием Дадовичем, что не нужно ни с партиями, ни с политиками встречаться, и так далее, но мы все равно, так как у нас было запланировано пойти в зеленую партию, мы пошли в зеленую партию только для того, чтобы сказать, что вы зеленые, и мы зеленые, но, вы знаете, сразу же зеленая партия отреагировала немножко по-другому, поэтому хочу вам сказать точно, что в партии и никому ходить не нужно, вот, хотя, в принципе, у нас были благие намерения, мы остались друзьями, все, далее мы посетили, я вам сейчас, почему я это говорю, я сейчас вам прокомментирую, дальше мы посетили в городе Антерпене такого специалиста, специалиста по транспортному направлению, вот так я бы сказал, не специалисту, а, как бы, знаете, руководителю транспортного направления, мы очень долго с ним общались, о транспортной ситуации, о том, как можно решить, где какие вопросы, вопросы у них очень серьезные, и так далее, мы очень долго общались, и порядка двух-трех часов, потом еще встречались, и в итоге на второй встрече Кун выступил сам со своим докладом небольшим, и вы знаете, он сам сделал такой вывод, что все-таки лучше, он, честно вам хочу сказать, мы ему очень понравились, не мы, а технология понравилась, да, и вы знаете, он сам лично тогда вот изъявил желание и показал нам дорогу другую, он показал нам дорогу следующую, и показал, и даже, он сказал, дал протеже такое, в министерство транспорта, и мы в министерство транспорта уже пошли не с пустыми руками, вот вы видите, за нашими головами висит табличка такая, и там вот написано, Flams, Министерия вам мобилитейт, это министерство транспорта, вот, как раз мы пришли в министерство транспорта, у нас была встреча, и вот тут-то как раз открылось то, о чем я вернусь к Генту, вот вы видите, это Мартина, да, это специалист, ведущий специалист министерство по транспорту, он с, как-то, стажем работам в 20 лет, и до того, как мы пришли, за день до того, как мы пришли, они с коллегами уже заседали за столом в количестве 15 человек, и приняли, вы знаете, для нас это было такое, можно сказать, ну, новое, и такое, не новое, а такое, как это сказать, приятное такое его высказывание, оно у нас немножечко даже ошарашил, мы вчера специалистами, зная, что вы сегодня придете, мы вчера в количестве 15 человек заседали, и мы приняли решение, что на сегодняшний день вы единственная технология, которая при последующем решении, к примеру, мы решаем там, вот линия у нас есть, и мы решаем, пустители по этой линии, трамвай, метро, или там, троллейбус, или канатную дорогу, то приоритет в первом, на первом месте мы, значит, смотрим, подходит ли ваша технология здесь, то есть, на первом месте мы ставим вашу технологию инновационного транспорта, в низкий стринг технологии, и если она не подходит, мы переходим уже ко второму, там, к третьему и четвертому, это было, это было очень показательно, и вот именно Мартин, когда я ему, вот вы видите, на столе, я сижу, и у меня там предложение как раз от Гента, я ему рассказываю, что вот так и так, мы в Генте, и все, он говорит, знаете, ребята, я 20 лет работаю, и за 20 лет моей работы в Министерстве транспорта единственный раз за 20 лет я вижу реальную технологию, за которую не стыдно и можно побороться, и вот тогда именно Мартин нам сказал, что не нужно вам больше заниматься с Гентом, не теряйте время, и он объяснил, почему, а оказывается, представляете, именно этот Петр использовал нашу технологию в продвижении трамвая, то есть, уже был практически договорено с трамваем, но трамвайная компания, видимо, которая должна была поставить или, ну, подписать контракт на производство линии трамвая, она, что-то там немножко мешкалась, то есть, и тогда, вот, именно используя нашу технологию, используя наше предложение, он за столом переговоров, значит, сказал, что вот вам один день или там два дня для решения, если вы не принимаете решение, тогда мы уходим в сторону инновационной транспорты и технологии Юницкого, String Technology, вот, и, естественно, конечно, контракт был подписан на трамвай, вот, и он сказал, что вот именно Мартин, представляете, то есть, выявилась именно здесь, и я понял тогда, и сидя в этом кабинете, что этот человек, этому человеку можно доверять в будущем и можно с ним работать. Спасибо за таких, таким людям. Естественно, вот от Мартина дальше мы были вот с коллегами, с моими, мы посетили порт в Антверпене, и в порту в Антверпене мы очень много, очень долго и красиво все обсуждали, кстати, здание, в котором мы находимся, за спиной, видите, красного кирпича, старинное, красивое здание, и французский архитектор, вот сверху, слева, левая фотография, построил такой красивый офис в виде корабля, это офис порта, именно Антверпенского порта. Вот, к чему я это все говорю, говорю к тому, что вот именно с подвижки этого Мартина мы, вот, красный, видите, порт с выходом в просторы морские порт, и в порту у них неординарная ситуация, вот красными точками отмечены места, где они разгружают контейнеры, и порой даже так случается, что корабли стоят по три, по четыре дня в надежде разгрузиться вовремя, но никогда у них это не получалось, и поэтому порт платит колоссальнейшие деньги за простой кораблей, вот, но еще мы очень много говорили, вот черным вы видите прописано, прорисована дороги, именно им необходима здесь трасса, путевая облегченная трасса, соединяя порт с городом и ближнележащим, и наверху там тоже деревеньки есть, но самое главное им нужно перейти через реку Шильда, здесь такая Шильда, она 900 метров, и когда я Анатоль Дадычу докладывал именно об этом проекте, говорил о нем, Анатоль Дадыч посмотрев на эту трассировку, что Владислав неинтересно, потому что слишком извилистое, слишком много всего, но когда я ему сказал, что Анатоль Дадыч, вот вы знаете, вот здесь переход через реку и они готовы вот, и тогда у него сработала инженерная такая смекалка, он сказал, вы знаете, Владислав, а вот переход через реку, через, именно через Шильду, он еще тогда спросил, сколько она по длине, сказал 900 метров, почти километр в разных местах, и они передвигаются, представляете, специалисты, инженеры передвигаются со стороны на стороны, потому что порт с двух сторон находится посредством лодок, посредством лодок, Анатолий Дадыч тогда сказал, что да, вот эта разработка будет интересна, почему? Потому что рядышком Амстердамский порт, рядышком немецкий порт, и вообще переход через реку в портовом, в портовом, вот именно внутри порта, это очень интересный момент. Вот, поэтому есть и позитивные, есть и такие, можно сказать, набранные опытом такие моменты, как не надо делать. Это еще одна фотография, где Владимир Маркович Марков, Владимир Маркович Маслов, я, мы как раз посещали Антверпен порт, именно те места, где у них вот проблемные места с разгрузкой, мы все это посмотрели, где краны, где разгружаются, где чего, потом мы очень долго, очень долго дискутировали, проясняли, проговаривали, прочерчивали и так далее, и там подобное. Вот они как раз ждут, очень ждут Юниконта. Юниконта и вообще как бы все, что связано с грузоперевозкой контейнерной. Мы еще к ним, к ним вернемся. К чему я это? К тому, что прорабатывается очень много, и почему, вот вы видите этот слайд, почему именно Юнистский Стринг Технологи? Да потому что ситуация пришла, да потому что мир уже все, мир уже в такой точке, и те, кто понимает, и те, кто очень многие сейчас понимают, и я очень рад, и подтверждение тому, вот мы сейчас очень плотно работаем с Санкт-Петербургом, я не могу по разным причинам говорить о проектах, а не о всевозможных взаимоотношениях, но тем не менее очень плотно, и мы очень серьезно там, я даже вот с Владимиром Марковичем в Масловом мы на следующей неделе едем специально на встречу туда, для того, чтобы довести все воочию и вживую до конца, вот, то, что мы начали, и там очень хорошее, очень хорошее заделы, и очень многое прорабатывается, очень многое прорабатывается, к чему я это говорю, и очень много позитивных и негативных, но это наш опыт, это наш опыт, который вот решается за столами, между делом, еще как, но это наш наработанный опыт, и мы его нигде не сможем взять, коллеги, мы его не можем, потому что это новая технология, потому что никто ничего никогда такого не делал, никто не скажет нам, придите в железнодорожнику, я не знаю, придите к автомобильнику, в автомобильный транспорт, придите к трамвайнику, они совершенно другие, у них совершенно другие параметры, у них совершенно другие гостовские регламенты и всевозможные, мы совершенно, мы полностью отличаемся от них, и это очень хорошо, в первых моментах, когда я разговаривал с петербургскими коллегами из Министерства транспорта, я им сразу на зум-конференции, там их с той стороны присутствовало человек, наверное, 15 всевозможных представителей разных структур, специалистов, высокопоставленных, высоких специалистов, низких, я им сразу первым же моментом сказал коллеги, давайте сразу с первого момента сразу как бы поставим точки над «и», мы не конкуренты, мы, но ни под каким углом не являемся конкурентом, и они, кстати, им нужно отдать должное, они согласились, и мы договорились, что мы займем именно ту нишу, которую не займет ни трамваи, ни троллейбусы, ни железнодорожный транспорт, это вообще, в принципе, там в априори невозможно колоссальные деньги, и не современные промежуточные вот эти такси, или там маршрутки, которые ходят, которые уже умирают, или пазики, которые ездят, которые стоят в коллапсе, то есть мы совершенно не конкурентны, они как ездили, так и ездят, и так и будут ездить, они сами по себе потихонечку отомрут, вот, поэтому, если говорят, и кто-то утверждает, что именно наша технология долго строится, ну, не нужно верить, и нужно просто взять факты, возьмите картинки, возьмите информацию, посмотрите, когда процесс начался, посмотрите, как он на сегодняшний день, и что на сегодняшний день делается, и почему на сегодняшний день некоторые моменты замедлились, или некоторые моменты не говорятся, смотрите, 15, 16, 17, 18, 19, 20 год, и 21 год, это наш фурор, где мы на сегодняшний день, вы узнаете, и покажется, и будет рассказываться, где мы, как, куда вышли, какие проекты реальные, и сам генеральный конструктор, Антолий Владович, и основатель, Антолий Владович, Юницкий, заявил, что минимум 3 проекта будет озвучено, если взять исторический момент, вот, очень хороший слайд, приготовил наш коллега, да, почему так долго строится, автомобильный транспорт, 116 лет, самолётостроение, 35 лет от модернизации и проектирования, да, 35 лет от модернизации и проектирования, поезд, 24 года от первых испытаний до коммерческой модели, и вот здесь прописано, 2 года от, внимание, тестовых испытаний до первых пассажиров, всего 2 года прошло, то есть, мы не берём вот эти 5 лет строительства, мы берём от тестовых испытаний до первых пассажиров, 2 года, представляете, 2 года в новейшей технологии, вообще, в инновационной технологии, но это разве не показатель, конечно, показатель, и те моменты, которые прописаны в бизнес-плане, да, мы на сегодняшний день из 15 этапов на 14, да, конечно, немножко где-то запоздали, но почему запоздали, сопоставьте все факты, все моменты, которые говорят руководители, Антон Лядович сам, наши руководители SkyWorld Community, руководители ещё других фондов, почему это происходит, с чем это связано, почему, да потому что смотрим на рынок, потому что, посмотрите, вы посмотрите на банки, банки переходят на блокчейн-систему, банки начинают в электронные, мы тоже самое, естественно, нам нужно выйти правильно на рынок, нам нужно оцифровываться, нам нужно блокчейн-систему, нам нужно токенизацию сделать, а мы ещё видим, что банковская система уходит от основной денежной, бумажной, бумажной деньги, а приходит в электронную валюту, но почему же мы должны отставать, ну тогда нам проще, и было принято правильное решение, я доверяю полностью, Антон Лядовичу, что мы лучше чуть-чуть притормознёмся, сделаем это на сегодняшний день малыми кроли, и выйдем на рынок уже с таланной картиной, понимаете, о чём речь идёт. Если прочитать эту книгу, которую я вам первую показывал, «Инженер», и посмотреть там, как всё происходит, и не говоря уже о философии, которая прописана, время, комфорт, экологичность и безопасность, а это стопроцентная, последняя безопасность, и всё, что связано с этим, это очень важный момент, и вектор развития нашей компании, на сегодняшний день, эти 14 этапов, а следующий вектор, бизнес-план уже прописанный, в который мы уже вошли, говорят, «Ну где же у нас новый бизнес-план после 15 этапов?» Да есть, конечно, но а что же мы доработают в нём, работы в нём ведутся, но никто об этом не говорит, и не будет говорить, потому что это не нужно, это не нужно партнёру сегодняшнему, поэтому бизнес-план, который рассчитан на 15 этапов, мы должны закрыть 15 этапов, а то, что мы уже открыли дверь, и уже там делаем дела в будущем, во временной вот этой линии по времени, мы не ходим назад, наши ошибки по временной линии, мы не ходим туда, это наш опыт, который мы накопили, в копилочку, в монаду свою сложили, и храним там, и когда нужно, мы оттуда вытащили, просмотрели, и говорим, «Нет, мы так делать не будем», вот о чём говорят, мы дальше уже идём, вперёд идём, мы по проектам смотрим, какие выгодные, какие нет, вы думаете, сколько приходит запросов на проекты, а их нужно все просортировать, их нужно все просмотреть, и выбрать именно те, которые оптимальны, и подходят на сегодняшний день, потому что многие просто убыточные, или нерентабельные, там у них окупаемость в течение 24-20 лет, это нам не нужно, и не интересно туда тратить времени, мы их захватим, но позже, когда основные моменты будут 15, 20, 30, 40, 50 проектов запущены, а потом ещё 51-й тот подберём, и 60-й, и 70-й, вот о чём речь идёт, вот о чём речь идёт, и когда говорят, есть ли у вас практически реализация, ну есть, мы показываем то, что есть пока, Экотехнопарк, инновационный центр, пожалуйста, вот они, реальная реализация, где вы можете на сегодняшний день проехать безопасно, и, как это, безопасно и чётко, и без последствий, вот так вот можно сказать, что ли, вот, поэтому, друзья, идём дальше, с дальнейшим развитием технологий, прямо, чётко, доверяем себе, раз уж мы пришли в этот проект, раз мы ему поверили изначально, так почему мы на полпути, да нет, конечно, да кто, зачем, потому что, посмотрите, насколько успешен проект, я проштудировал, я специально сделаю следующую презентацию, именно пройдусь по стартапам, которые начались, и стартапы, которые где как-то болтаются, и стартапы, которые что-то сделали, и ушли с рынка, при этом страдают те люди, которые, ну, что-то там вложили, где-то не вложили, или ещё как-то, я не знаю, пострадали, не пострадали, я не полностью туда вошёл, в эти, но хочу вот пройтись прям по стартапам, посмотреть, что же произошло, маленький такой ракурс сделать, или, и сравнить его с нашим проектом, вот о чём, и у нас же есть перспективы, посмотрите, прекраснейшие перспективы, дивиденды, обратный выкуп долей, и выход на биржу, поэтому, друзья, большое, огромное спасибо Анатолию Драдычу Юницкому, за то, что он, вот, вот, знаете, такой энергетик в этом плане, и чётко знает, и видит, пожалуйста, вам пример с этим, с урбанетиком, Мерседесом, и с нашим Юниконтом, да, насколько прагматичный человек, и видит чётко вперёд, на, на, на много, на много, на много шагов вперёд, я бы сказал так, на 10 шагов вперёд, и я полностью Анатолию Драдычу доверяю, и я знаю точно, что, ну, он в этом плане, молодец, и пришёл сюда, именно для того, чтобы сделать своё дело, и полностью, помочь этой технологии, на этой, ну, как это, своему ребёнку родиться, и пойти в жизнь, да, в принципе, ребёнок-то уже родился, ребёнок-то уже шагает, и ребёнок уже, развивается, написал, как это, контрольный, сдал экзамены, и ребёнок выходит в свет, то есть, ребёнок, как бы, выходит полностью в свет, и показывает своё умение, то, что он может, поэтому я очень рад, за то, что я в этом проекте, и мне, если честно, не стыдно за этот проект, перед своими детьми, внуками, и вообще перед людьми, мне не стыдно рассказывать его, в министерствах транспорта, в Бельгии, во Франции, мне не стыдно было рассказывать, в Голландии, мне сейчас вообще практически, даже вот не стыдно об этом говорить, и я с гордостью говорю об этом проекте, и самое главное, я вижу обратную связь от людей, которые проработали 15-20 лет именно в транспортной структуре, и было очень приятно даже услышать этот момент от Мартина, который сказал, что за 20 лет работы в транспортном министерстве, в Бельгии, это единственная первая технология, за которую я бы поборолся. поэтому, друзья, я вас поздравляю, себя я поздравляю, и можно смело и четко, ну, как бы, внести это в свет, этот свет, и эту технологию в жизнь, и поддерживать ее, и в чем я, ну, просто не сомневаюсь. Поэтому, друзья, до следующих раз, до всем вам прекрасного настроения, хорошего праздника, сегодня 23 февраля, еще раз посмотрим этот анонс, или тизер автобиографической книги Анатолия Юницкого, прекраснейшая книга, рекомендую всем, кто не приобрел, или не заказал, не дозаказал, закажите, прекраснейшая книга, я ее заказывать буду, потому что обязательно хочу иметь ее у себя на столе, и вообще хочу иметь эти книги, потому что эти книги нужно, когда перечитываешь книги, то между строк приходит еще много-много идей красивых, и видно, как человек прописывал те эпохи, или инженерные мысли. Друзья, всех нам благ, всем спасибо, я очень рад, спасибо вам большое за то, что вы приходили, следите за, в личном кабинете за, анонсами, когда будут презентации, и до следующей презентации, друзья, пока. Субтитры создавал DimaTorzok